Здравствуйте, меня зовут Алексей Орленко, я тренер-консультант учебного центра Кибербионик Систематикс. Я рад вас приветствовать на информационном портале для разработчиков ITVDN и на курсе Python Starter. Данный курс рассчитан на тех, кто до этого вообще не занимался программированием, либо же что-то изучал, но хочет упорядочить и систематизировать свои знания и научиться чему-то новому. В данном курсе мы с вами изучим основы алгоритмизации и программирования на примере языка Python и основы самого языка программирования Python. И на этом вступительном уроке, который называется «Введение в Python», мы с вами изучим, что это вообще за язык программирования, где он используется, что мы на нем с вами можем написать, чего написать не можем. Установим сам интерпретатор и среду разработки и напишем несколько простейших приложений. И после прохождения данного урока вы сможете написать свою собственную, самую простую программу на Python. Затем на следующих уроках мы с вами рассмотрим, что такое переменные, рассмотрим переменные и типы данных, их понятия, и рассмотрим основные типы данных в языке Python. После этого мы с вами изучим, что такое алгоритмы с ветвлениями, изучим операторы, которые реализуют ветвления в языке Python. Затем изучим с вами, что такое циклические алгоритмы и изучим циклические конструкции в языке Python. Затем мы с вами изучим понятие функций и рекурсии, научимся создавать свои функции в Python и использовать некоторые встроенные функции. А также на последнем уроке рассмотрим с вами списки, которые в Python используются вместо массивов. И вы научитесь сохранять в одном месте множество различных данных. После прохождения данного курса, таким образом, вы сможете создавать свои несложные программы, которые решают определенные задачи. Будете иметь общее представление о программировании и о языке программирования Python. И будете готовы к изучению курса Python Essential. Давайте начнем с таких самых общих сведений. Итак, что же такое Python? Python – это высокоуровневый язык программирования общего назначения, ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода. Что же это значит? Во-первых, что значит высокоуровневый язык программирования? Дело в том, что когда мы пишем код на каком-то языке, мы по сути задаем список инструкций, которые должна выполнить машина. И в зависимости от того, какие именно это инструкции, языки делятся на низкоуровневые и высокоуровневые. Дело в том, что машина не понимает такие высокоуровневые команды и абстракции, как какие-то объекты, какие-то условия полноценные и тому подобное. У нее есть довольно ограниченный, очень примитивный, приближенный к железу набор инструкций. И нам нужно какое-то программное обеспечение, которое будет переводить наш код, который мы пишем в эти инструкции. И они называются компиляторами и интерпетаторами. Мы про это поговорим чуть позже. И вот в зависимости от того, мы пишем такие низкоуровневые инструкции, которые являются прямым отражением тех команд, которые понимает сама машина, и которые просто напрямую в них переводятся. Это низкоуровневые языки. Либо же мы пишем с использованием высокоуровневых абстракций и понятий из реального мира математики какой-то более понятный человеку код, который потом при помощи специального полуатокового, трансляторы и интерпетаторы, переводится в машинные команды. Такие языки называются высокоуровневыми. И классифицироваются разные языки. Дальше. Язык общего назначения. Что это значит? Дело в том, что есть такие языки программирования, которые созданы специально, чтобы решать какую-то одну узкую задачу. Python же является языком общего назначения. Это значит, что на нем вы можете написать практически все, что угодно. И решать самые разные задачи, которые только могут у вас возникнуть. Дальше. Что означает ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости кода? Во-первых, повышение производительности разработчика. Что это значит? В отличие от многих других языков, которые даже считаются языками высокого уровня, Python является намного более высокоуровневым, чем множество других языков. И он позволяет писать код намного быстрее, намного понятнее и проще, чем на многих других языках. И, кроме того, синтаксис языка спроектирован таким образом, чтобы код на нем был как можно более понятен. Как другим языкам на языке программирования Python, так и, возможно, даже тем людям, которые не знают Python. Давайте рассмотрим особенности языка программирования Python. Итак, вот вы видите список таких основных особенностей. Во-первых, минималистичность синтаксиса. Что это значит? Это значит, что ядро языка, сам чистый язык без его модулей, настолько прост и настолько минимален, насколько это было возможно. Что он это дает? Это нам дает крайнюю простоту и логичность самого основного языка, что позволяет его крайне быстро выучить. И то, что все основные возможности языка крайне тесно связаны друг с другом, крайне логичны, а любые возможности, которые можно было вынести за рамки каких-то синтаксисерских конструкций и представить в виде каких-то отдельных функций, модулей и тому подобного, все вынесено в стандартную библиотеку языка. Простота изучения. Что это значит? Это значит то, что у Python крайне низкий порог входа. Конечно, если изучать его фундаментально и углубляться в детали, то можно изучать его очень долго. Но Python позволяет выучить основы, которых вам будет достаточно для создания своих приложений, которые решают ваши конкретные цели, крайне быстро и просто. И именно это является одной из тех причин, почему среди топовых университетов мира Python является тем языком программирования, на котором обучают студентов основы программирования. Дальше. Широкие возможности. Что это значит? Это значит то, что на Python вы можете написать практически все, что угодно. Чуть ли не любую задачу, которая перед вами стоит, вы можете решить на Python. И язык программирования вам в этом будет не мешать, а помогать. Поддержка разных парадигм программирования. Что это значит? Ну что такое парадигм программирования, мы с вами в принципе еще обсудим. Мы об этом поговорим в начале курса Python Essential, поскольку мы с вами начнем изучать такую парадигму программирования, как объектно-ориентированное программирование. А в последнем уроке курса Python Essential мы с вами даже немного познакомимся с такой парадигмой, как функциональное программирование. Пока что мы будем с вами изучать в данном курсе Python Starter императивное процедурное и структурное программирование, так как именно они являются теми парадигмами, на основе которых, как правило, люди учатся писать код, учатся алгоритмизацией. Поэтому пока что вы об этом можете особо не задумываться, вы это все изучите, когда придет время. Дальше. Следующая особенность состоит в том, что Python является интерпретированным языком. Что это значит? Помните, уже было сказано, что для того, чтобы перевести код из кода на каком-то высокоуровневом языке в тот машинный код, в те команды, которые понимает машина, требуется специальное программное обеспечение, которое называется транслятором. Трансляторы бывают двух видов – компиляторы и интерпетаторы. Компилятор берет сразу полностью ваш код, анализирует его, ищет ошибки в нем и переводит сразу же в машинный код, либо в байт-код для кодов виртуальной машины, который затем будет исполняться. Если он переводится сразу в машинный код, то вы можете просто взять этот исполняемый файл, этот, допустим, экзофайл, и нужны для него библиотеки. И без какого-либо дополнительного программного обеспечения его запускать на любой машине с той архитектурой, под которую был собран данный проект. Интерпретерные языки программирования, которые запускаются при помощи интерпетаторов, они не компилируются. Интерпетатор что делает? Он берет ваш код и посрочно его исполняет. То есть, трансляция происходит как бы на лету. У такого подхода есть свои преимущества и недостатки. Среди недостатков, например, меньшая скорость исполнения и то, что вам обязательно требуется интерпетатор. А среди преимуществ большая скорость разработки, большая, скажем так, процета развертывания вашего программного продукта на каких-то гетерогенных системах, состоящих из разных платформ, так как вам не нужно пересобирать и как-то изменять ваш код для каждой из этих платформ. Он просто работает. И так дальше. Дальше. Динамическая типизация. Что такое типизация, что такое системы типов и что такое статическая и динамическая типизация, мы с вами рассмотрим на следующем уроке. Открытость. Это означает то, что интерпетатор языка программирования Python является открытым программным обеспечением. Вы можете взять и посмотреть его исходный код, если вы хотите, если, например, вам интересно. Или вы можете скачать его себе, что-то в нем изменить и сделать свою собственную копию интерпетатора Python, которая будет работать так, как вам нужно. Либо же вы можете даже исправить какие-то баги, допустим, или внести какие-то улучшения, и ваши изменения могут принять, и вы таким образом внесете свой вклад в развитие данного языка. Дальше. Кроссплатформенность. Что это значит? Это значит то, что интерпетатор языка программирования Python существует для самых разных платформ. И ваш код, который написан на языке Python, за счет того, что он интерпретируемый, и за счет того, что интерпетатор кроссплатформенный, может без изменений, либо с минимальными изменениями быть запущен на самых разных устройствах и самых разных операционных системах. Кроме того, кроме стандартной реализации Python, который является основной и самой стандартной, существуют различные его альтернативные реализации, которые решают определенные проблемы, как, например, стеклос-пайтон, которые решают проблему многопоточности в Python-приложении и глобальной блокировке интерпетатора, или PyPy, который решает проблему его производительности в высоконагруженных задачах путем того, что PyPy производит Just-in-Time компиляцию кода на лету, либо же интегрирует его в определенную платформу. Например, вы .NET-разработчик, и вам нужен скриптовый язык для вашего приложения. Вы можете использовать RN Python и использовать Python внутри своего .NET-приложения. Либо же наоборот, вы являетесь Python-разработчиком, но вам нужно написать приложение для платформы .NET, которое может без проблем общаться, вызывать напрямую функции какие-то, использовать классы и объекты из каких-то библиотек, написанных на C-sharp или другом .NET-языке. При помощи RN Python вы легко это можете сделать. Или, допустим, вы Java-разработчик, или Python-разработчик, который по каким-то причинам ориентируется на платформу Java и JVM. Для вас есть интерпретарь JVM, который делает то же самое. Кроме того, Python активно развивается. Что это значит? Постоянно выходят его новые версии, постоянно в него вносятся какие-то улучшения, постоянно Python выбирает в себя новые возможности из других языков. И, кроме того, сама инфраструктура языка активно развивается, постоянно появляются какие-то новые библиотеки, новые фреймворки и так дальше. А дальше мы с вами рассмотрим историю языка Python. Итак, разработка языка на самом деле началась еще в конце 80-х годов прошлого века, когда Гридо Ван Росен, тогда еще сотрудник одного голландского института, затем уже в наше время разработчик в Google, а сейчас разработчик в Dropbox, работал над созданием специального языка программирования для обучения студентов ABC. Затем некоторые свои наработки он начал использовать для создания специального скриптового языка для распределенной операционной системы, на которой работала группа исследователей, с которой сотрудничал их институт. А затем Гридо Ван Росен уже продолжил работу над данным языком самостоятельно для себя, просто как созданием языка общего назначения. И в феврале 1991 года была выпущена первая версия языка Python. По поводу названия. По-русски данное название произносит кто-то, произносит Python, кто-то произносит Python. Как же правильно? Может возникнуть вопрос. Единого меня на этот счет нет. Нет такой официальной транскрипции, нет официального произношения общепринятого. Кто-то называет так, кто-то называет так. Оба произношения более-менее популярны и можно считать их обоих правильными. Но если кого-то волнует происхождение названия, то нужно знать, что он назван не в честь змеи, а в честь британского кибешоу «Летающий цирк Монти Пайтона», большим поклонником которого является создатель языка. Язык программирования Python создавался под влиянием других языков программирования и выбрал в себя множество их различных возможностей. И что нужно знать о сегодняшнем состоянии языка, это то, что на данный момент существуют две актуальные ветки данного языка. Python 2 и Python 3. Какую же из версий мы будем использовать с вами в данном курсе? Данный курс рассчитан в первую очередь на Python 3. Однако, больших отличий в тех возможностях, которые мы с вами будем использовать пока что в рамках данного курса, между обоими витками языка, в принципе, нет. В принципе, единственное отличие будет только в том, что в Python 2 принт является оператором, а в Python 3 принт – это функция. Уже в курсе Python Essentials мы будем рассматривать те возможности, которые действительно поменялись в Python 3. И мы будем с вами обсуждать все различия между Python 2 и Python 3. И вы будете готовы писать код для любой из данных веток языков. Но какого же следует выбирать? Почему до сих пор существует Python 2, если Python 3 – это более новая версия языка? Дело в том, что в Python 3 очень много чего было улучшено, много чего было изменено, так что стало более логично, были добавлены новые возможности. Однако были сделаны некоторые несовместимые изменения со старой версией языка. А при этом на Python 2 уже написано огромное количество различного кода, который требуется поддерживать. И поэтому, если вы пойдете на работу Python-разработчиком, то, скорее всего, и вполне возможно, что вам придется поддерживать проекты, которые уже написаны на Python 2. И поэтому все различия между Python 2 и Python 3 тоже нужно знать, и быть в состоянии писать код и на второй версии языка. Хотя, отлично, на самом деле, не так много, как вам может сейчас показаться. То есть, Python 2 вы будете использовать больше для поддержки старых проектов. А новые проекты лучше, конечно, писать на Python 3, так как это более новая и усовершенствованная версия языка, в которой были исправлены некоторые недосчеты старой версии, много чего стало более логичным, а также было добавлено огромное количество новых возможностей. Еще, когда только появился Python 3, была тоже такая очень большая проблема в том, что многих библиотек, которые были написаны для Python 2, не было для Python 3, однако сейчас эта проблема уже не существует, потому что все популярные библиотеки и фреймворки перешли на Python 3 и поддерживают его. Поэтому новые проекты следует создавать на Python 3, и именно поэтому наш курс будет в первую очередь ориентирован именно на него. Давайте рассмотрим сферы применения Python и те сферы, в которых Python не применяется. То есть, для чего вы можете, а для чего не можете использовать такой язык программирования, как Python. Итак, где же применяется Python? На самом деле, Python применяется почти в любых областях разработки программного обеспечения. Можно ли на Python написать какие-то скрипты, утилиты, либо какие-то другие небольшие приложения, которые будут упрощать вашу жизнь? Да, конечно же можно. Это то, для чего изначально применялся Python. Используется ли Python в научной сфере? Да, его используют даже те же самые NASA в своих научных исследованиях. Его используют множество различных исследовательских отделов в различных компаниях, как та же самая Google, например. Его используют просто ученые и для анализа данных, и для всякого рода статистики, и так далее, и тому подобное. То есть, в научной сфере Python является одним из самых популярных языков программирования наряду с R, MATLAB и тому подобное. Подобным образом Python также используется и в исследовании данных. А где мы можем применить Python для каких-то прикладных приложений? Можно ли на Python написать веб-приложения? Конечно же можем. Это именно та сфера, в которой Python используется чаще всего в коммерческой разработке. Если вас интересует Python для коммерческой разработки, то, скорее всего, вы будете создавать веб-приложения. Также Python часто используется для создания разного рода сервисов, разного рода бэкэндов к мобильным приложениям и так дальше. Больше того, на Python вы можете даже создавать игры. Python очень широко используется наряду с такими языками, как луа, как скриптовый язык в геймдэв-индустрии. Конечно же, полностью написать игру на Python, хотя теоретически возможно, но это не самая лучшая идея, из-за того, что такая игра будет довольно медленно работать. Однако, дело в том, что в любой игре большую часть времени занимает рендеринг графики. И если использовать для этой цели какой-либо компилированный язык, вроде C++, а для всего остального Python или другой скриптовый язык программирования, то можно написать игру, которая будет работать достаточно быстро, и при этом большая часть кода в ней будет написана на таком языке, код на котором легко поддерживать и улучшать, и быстро разабатывать. Именно так написаны такие игры, как Evenline, World of Tanks, Civilization 4 и многие другие игры. Кроме того, вот вы здесь видите логотипы некоторых других проектов на Python. Вот то, что касается веб-приложений. Вот вы видите логотип Инстаграма, который написан на Python и Django. Все сайты Mozilla Foundation написаны на Python. Очень многие сайты Google написаны на Python. На Python полностью написан такой сервис, как Dropbox. И все внутренние сервисы, которые в нем есть, и их веб-интерфейс написан на Python, и даже их клиент для десктопов тоже написан на Python. Кроме того, Python часто используется как скриптовый язык программирования для разного рода приложений. Вот, например, вы видите логотип такого графического 3D-редактора, как Blender, в котором тоже огромная часть кода написана на Python, и для которого все плагины пишутся на Python. Теперь давайте рассмотрим те сферы, где Python, как правило, не применяется. Не применяется Python только в низкоуровневом программировании, в создании каких-то очень низкоуровневых приложений, драйверов, устройств и тому подобного. Причем, даже больше того, это не значит, что в данных сферах Python использовать принципиально невозможно. Вы, конечно же, можете написать драйвер устройства, который будет включать в себя, внутри себя интерпретарь Python, который будет уже исполнять код, который будет внутри него списан просто как данное. Но в этом нет смысла. Поэтому в данных сферах Python не применяется. Кроме того, Python может не применяться в тех сферах, где вам требуется, где у вас очень ограниченные ресурсы, и вы просто не можете позволить себе использовать интерпретируемый язык программирования. Давайте рассмотрим с вами преимущества и недостатки языка Python. Поговорим о преимуществах. Какие у него есть преимущества? Ну, во-первых, как уже было сказано, Python довольно прост. Если не углубляться в самые такие детали, если не говорить о самых таких вещах, которые связаны с внутренней работой интерпретатора Python, некоторыми специфичными его возможностями, в Python очень низкий порог вхождения. Вы можете просто взять и начать писать код на Python. И, в принципе, во многих языках, в любом языке программирования есть свои нюансы. И если сравнивать с другими языками программирования, даже в этих нюансах Python довольно прост. Кроме того, синтез языка спроектирован таким образом, чтобы быть максимально читабельным. То есть, что это значит? Это значит, что код на Python, написанный одним разработчиком на данном языке, должен выглядеть почти точно так же, как написанный каким-либо другим разработчиком. Это достигается при помощи минималистичности синтаксиса, а также строгих стандартов оформления кода. Конечно же, кто-то может написать такой код, что даже сам его не поймет. Однако, Python максимально уменьшает вероятность такого сценария и делает все возможное для того, чтобы код на нем был максимально понятным, читабельным любому параметру на Python, независимо от того, кто является автором исходного кода. И, кроме того, его синтексис таков, что, в принципе, код на нем может понять даже разработчик не на Python. Кроме того, еще одним преимуществом Python является очень мощная стандартная библиотека, в которой есть огромное количество различных возможностей. Этот принцип называется «batteries included», то есть батарейки в комплекте. Очень часто можно встретить такое выражение и даже на официальном сайте языка Python и в сообществе разработчиков Python. Это значит, что вы просто устанавливаете интерпретатор со стандартной библиотекой и вы уже можете делать очень многие вещи. Кроме того, если даже чего-то и нету в стандартной библиотеке, то есть огромнейший выбор сторонних библиотек и модулей, есть репозиторий PyPy, из которого по помощи стандартного пакетного менеджера PIP в Python можно установить любой пакет, любой модуль, любой фреймворк, любую библиотеку, которые вам нужны и их использовать. Кроме того, еще одним преимуществом Python является краткость кода и экономия времени разработчика. Код на Python, как правило, выглядит намного короче, чем код на многих других языках программирования. Кроме того, еще одним преимуществом является возможность связывания с кодом на других языках. Если вы пишете проект на Python, это не значит, что абсолютно весь проект должен быть написан на Python. Вы элементарно можете создавать отдельные модули, которые будут написаны на других языках. И наоборот, вы можете использовать Python в качестве скриптового языка для расширения возможностей ваших приложений, написанных на другом языке программирования. Вот справа на слайде вы видите философию языка Python, которая называется Zen Python. Это текст, написанный Кимом Пейтерсом, одним из ключевых разработчиков языка Python и автором алгоритма сортировки TeamSoft, который на сегодняшний день считается либо одним из самых быстрых, либо самым быстрым алгоритмом сортировки, когда-либо созданным. Вот как он звучит. Красивое лучше, чем уродливое. Явное лучше, чем неявное. Простое лучше, чем сложное. Сложное лучше, чем запутанное. Плоское лучше, чем вложенное. Разреженность лучше, чем плотное. Читаемость имеет значение. Особые случаи не настолько особые, чтобы нарушать правила. При этом практичность важнее безупречности. Ошибки никогда не должны замалчиваться, если, конечно, они не замалчиваются явно. Встретив дусмысленность, отбрось искушение угадать. Должен существовать один и желательно только один очевидный способ сделать это. Хотя поначалу, может быть, он и не очевиден, если вы не голландец. Сейчас лучше, чем никогда. Хотя никогда зачастую лучше, чем прямо сейчас. Если реализацию сложно объяснить, идея плоха. Если реализацию легко объяснить, идея, возможно, хороша. Пространство имен – отличная штука. Будем делать их побольше. Этот текст – это философия языка, которой он подчиняется. Которой подчиняется сам язык, его синтаксис, его библиотеки и так дальше. Давайте рассмотрим недостатки языка программирования Python. Итак, в принципе, недостатков у него не так уж и много. Основным таким недостатком – основных два. Одним из них является низкая по сравнению с компилированными языками скорость работы, поскольку это интерпретируемый язык. И вторым таким важным недостатком является такая вещь, как Global Interpretal Log. Это такой способ синхронизации потоков в многопоточных приложениях, который, к сожалению, довольно сильно их замедляет. И, конечно же, можно использовать другие способы синхронизации, но проблема в том, что в таком случае, учитывая архитектуру интерпретатора Python, замедляется одноточное приложение, а однопоточных приложений на Python больше, чем многопоточных. К счастью, существуют обходные пути решения обоих проблем, либо полностью, либо отчасти. Что касается первой проблемы, вы можете для каких-то отдельных вещей выделить какие-то задачи, которые требуют очень высокой производительности в модуле на компилированных языках программирования. Вы можете использовать такой интерпретатор Python, как PyPy, который проводит just-in-time компиляцию, машинный код, и другие приемы. Что касается другой проблемы, вы можете вместо многопоточности использовать такой механизм, как сопрограмму, вы можете использовать отдельные процессы и межпроцессные взаимодействия, вы можете использовать альтернативные реализации языка Python, в которых данной проблемы нет. Например, тот же IronPython, который использует те способы синхронизации, которые используются в платформе .NET. То есть, в принципе, эти недостатки не настолько крупные, как может показаться, и они без проблем решаются. Давайте рассмотрим, что же вам необходимо сделать для того, чтобы вы могли на языке программирования Python писать у себя на компьютере. Вам необходимо установить интерпретатор и интегрированную среду разработки, либо любой редактор кода. Например, вам нужен интерпретатор. Что такое интерпретатор? Помните, это такая разновидность транслятора, выполняющая интерпретацию вашего исходного кода. Загрузить интерпретатор языка Python можно по адресу python.org. Видите, да? Давайте посмотрим, что здесь есть. Вот мы видим официальный сайт языка программирования Python. У вас здесь есть информация о самом языке. Ссылка на загрузку. Сейчас мы всегда вернемся. Документация. Документация – это то, что вам, конечно же, пригодится, когда вы будете писать код на языке программирования Python. Конечно, более нужна она вам будет все-таки на курсе Python Essential и курсе Python Advanced. Однако даже сейчас, если вам будет интересно, вы можете сюда заходить и читать какую-то дополнительную информацию. Однако пока что, пока мы будем с вами изучать основы программирования, она, конечно, вам будет пока еще не так сильно важна. Здесь также мы видим разные сайты, разные страницы, связанные с сообществом языка Python, истории успеха, то есть отдельные истории, отдельные примеры успешного применения языка Python в разных сферах человеческой деятельности. В искусстве, в бизнесе, в образовании, в инженерии, в правительственных учреждениях, в науке и в разработке равного обеспечения. Также мы здесь видим всякие новости, связанные с языком программирования Python и ближайшие события. Вот давайте посмотрим, что у нас здесь есть в Downloads. Видите, мы здесь можем скачать последнюю стабильную версию для вашей платформы. Если вы хотите скачать для какой-то другой платформы, то вот слева можно выбрать ту платформу, которая вам необходима. И сейчас вам нужен Python 3. То есть выбираете эту ссылку, скачиваете и устанавливаете как самое обычное приложение. Если же вы используете не Windows, а допустим Mac или Linux, то, во-первых, у вас Python, скорее всего, это будет Python 2, уже установлен. И, во-вторых, если же вы хотите установить себе последнюю версию Python, то вы пользуетесь теми средствами установки приложений, которые используются в вашей операционной системе. То есть под Mac вы скачиваете, здесь же скачиваете по соответствующей ссылке DMG-шку и устанавливаете точно так же, как вы установите любое приложение. Ну и под Windows используете ваш пакетный менеджер. То есть просто устанавливаете как самое обычное приложение для вашей операционной системы. Затем, после того, как вы установите, у вас будет на вашем компьютере интерпретатор языка Python. Он может работать в двух режимах. Он может либо исполнять ваши скрипты, если вы указываете их как аргумент командной строки интерпретатора, либо же работать в интерактивном режиме, в котором у вас появляется такое специальное приложение командной строки интерпретатора, в которое вы можете писать строки кода, и они тут же будут исполняться, и вы будете видеть их результат, что довольно удобно для обучения и для разного рода экспериментов. Вот после того, как вы его установите, у вас в списке приложений появится Python. Вот если мы запустим просто его в таком видео, вот вы сможете увидеть, что это вроде такого. Вот такое вот консольное приложение. Это само ядро, сам интерпретатор языка. Конечно же, использовать его из-под командной строки мы не будем, потому что это неудобно. Ну, именно то, что он является таким консольным приложением и работает на таком сравнительно низком уровне по сравнению с графическими приложениями, именно это позволяет на основе него строить самые разные вещи. В том же стандартном комплекте поставки Python есть такая вещь, как idle. Можете видеть, там будет написано в списке выражений у вас что-то вроде вот такого. Что это такое? Это более удобная интерактивная консоль интерпретатора Python, в которой есть подсветка синтексиса, в исполнении и так дальше. Если вам нужно быстро что-то проверить, быстро сделать какой-то эксперимент и тому подобное, то это довольно удобная вещь. Вот мы можем убедиться в том, что мы здесь будем писать какие-то команды, и они тут же будут исполняться. Видите, да? Дальше вам необходимо то окружение, в котором вы будете, собственно, писать ваш исходный код. Для этого вы можете использовать как обычный редактор кода, необычный текстовый редактор, вы, конечно, можете его использовать, но это крайне неудобно. Специализированные редакторы кода, такие как Sublime Text, GitHub Atem, Visual Studio Code и тому подобное. Но более удобным, особенно на первых порах обучения программированию, является использование интегрированной среды разработки. Что такое интегрированная среда разработки, или IDE, Integrated Development Environment? Это целая система программных средств, которая используется программистами для разработки программного обеспечения. Она включает в себя текстовый редактор, затем она включает в себя компилятор или интерпретатор, или же, как в случае с Python, средства интеграции с ним. Почему ни одна интегрированная среда разработки для Python не включает в себя сам интерпретатор Python, и нам нужно было бы устанавливать его отдельно? Да потому что у нас есть как минимум две актуальные ветки Python, это во-первых, и это только одна из его реализаций. А есть люди, которые используют Iron Python, есть люди, которые используют Jiton, есть люди, которые используют PyPy и так дальше. Поэтому в любом случае интерпретатор Python вы устанавливаете изначально самостоятельно, а затем уже интегрированная среда разработки его находит, подхватывает и использует. Больше того, вы можете для каждого проекта отдельно указывать, какой именно интерпретатор вам необходимо использовать для данного проекта. Даже еще больше того. В некоторых средах разработки для Python вы можете указать даже отдельный. Если у вас есть несколько основных файлов в проекте или несколько подпроектов, то вы можете указывать отдельный интерпретатор для каждого из них. Также любая среда разработки обязательно включает в себя средства автоматизации сборки для сложных проектов. И отладчик. Отладчик – это такая специальная программа, при помощи которой вы можете находить ошибки в своем коде. Посрочно проходить ваш код, видеть состояние вашей программы на каждом шаге и таким образом находить ошибки. Также, что еще может включать в себя среда разработки и включает в себя любая современная среда разработки? Средства интеграции с системами контроля версий. Что такое система контроля версий? Это такой специальный инструментарий, который делает жизнь программистов в команде намного легче. Ну не просто намного легче, а вообще возможной. Позволяет работать нескольким людям над одним проектом. А также упрощает жизнь отдельного индивидуального разработчика за счет того, что вы можете фиксировать разные состояния проекта, в любой момент откатываться до любого из них, создавать несколько разных веток проекта с разным кодом для каких-то экспериментов или какие-то возможности, которые потенциально могут сломать ваш код и вы не хотите, чтобы в случае чего ваш код оказался поломанным. А также, если все это прошло успешно, чтобы можно было данные изменения вливать в стабильную ветку и тому подобные возможности. Дальше. Также среда разработки может включать в себя инструменты каструлирования графического интерфейса пользователя, если она предназначена для создания десктопных приложений. Чем на самом деле хороший Python? Это тем, что он вас не ограничивает в выборе вашей любимой среды разработки, вашего любимого текстового редактора и так дальше. Вы можете использовать с ним то, что вам удобно. Итак, давайте рассмотрим сейчас две такие основные среды разработки, которые я рекомендую и одну из которых вы выберете себе на свой вкус, какая вам больше понравится. Первый из них является PyCharm. Вот давайте перейдем по адресу jetbrains.com.pycharm. Вот мы видим страницу официальный сайт данной интерьерной среды разработки. Она является очень популярной средой Python разработчиков. В ней есть множество различных полезных возможностей. Вот можем посмотреть, что у нее есть. У нее очень хороший редактор кода, хорошая навигация по коду, очень мощные средства рефакторинга кода, отладки, тестирования, профилирования. Ну и конечно же средства интеграции с системой короверсии и разворачивания ваших приложений на отдельных серверах. Это на самом деле очень хорошая и очень удобная идея. Вот если вы хотите ее скачать, вот есть кнопка Download. И мы видим, что у нее есть два издания Professional и Community. В чем основное отличие между ними? Во-первых, в принципе, вам для курса Python Start хватит даже Community. И, в общем-то говоря, вам ее хватит даже для первых трех курсов Python Starter, Python Essential и Python Advanced. Если же вы хотите проходить курс Django Framework, то в принципе вы можете использовать Community, но это уже будет не так удобно. Почему? Потому что бесплатной Community недоступны такие возможности, как веб-разработка, а также некоторые продвинутые возможности, такие как профилировавка Python кода, поддержка баз данных и так дальше и тому подобное. Ну, основное, как видите, отличие. Самое заметное то, что Professional поддерживает веб-разработку, а Community нет. Community создана для чистого Python. Ну, кроме того, Professional все-таки бесплатно, есть у нее бесплатный 30-дневный пробный период. И, кроме того, она бесплатна для студентов. Вы можете там на сайте JetBrains оставить заявку, если вы являетесь студентом, то вы можете получить ее бесплатно. Таким образом, вы выбираете Professional или Community, ну, для старта вам хватит даже Community. Community абсолютно бесплатно для всех. Скачиваете, тоже устанавливаете, как обычное приложение, и после этого можете ей пользоваться. Другой такой средой разработки, которая тоже является очень хорошей, продвинутой, хотя в сообществе Python, возможно, немножко недооценена и использована редко. Ну, возможно, потому что средства разработки для Python в ней появились лишь недавно. Это Visual Studio. Не так давно появилось такое решение для Visual Studio, как Python Tools Visual Studio, которое превращает Visual Studio в очень мощную идею для Python. И эти Python Tools Visual Studio встроены, начиная с 2013 Visual Studio, Visual Studio 2013, там просто представление проекта. Если вы первый раз создаете проект на Python, то у вас Python Tools Visual Studio автоматически скачивается и устанавливается в Visual Studio 2015. Можно установить их прямо при установке Visual Studio, и уже после первого запуска у вас все возможности для разработки на Python будут с самого начала доступны. Здесь для того, чтобы скачать, вы выбираете Download Community 2015, и все. Вот тоже еще плюс Visual Studio в чем? В том, что Visual Studio Community, которая имеет абсолютно все те же самые возможности, что и полноценная Visual Studio Professional, но просто отличается только лицензией. То есть вы не имеете права ее использовать в больших командах и больших компаниях. Вы можете использовать ее как индивидуальный разработчик, либо очень маленькая команда даже для коммерческой разработки, но при этом в ней есть абсолютно все возможности. И таким образом здесь поддерживается и веб-разработка, и все, что вы захотите, и абсолютно бесплатно, что является, в принципе, довольно-таки весовым плюсом. Вот мы можем посмотреть, какие есть в Visual Studio возможности для разработки для Python. Естественно, редактор кода с дополнением IntelliSense. Очень удобная установка библиотек, очень удобное управление виртуальными окружениями. Отладчик, причем, вот, что, что, а вот отладчик в Visual Studio, на мой взгляд, самый лучший среди всех идейшек для Python. Он даже поддерживает смешанную, отладку смешанного кода на Python, C, C Sharp, C++ и так дальше. То есть если у вас есть проект, который создан на многих различных языках, и все из этих языков поддерживаются в Visual Studio, то вы можете проводить отладку данного проекта как одного единого проекта, и из функции на Python переключаться прямо в функции на C++ и наоборот, и все это в одном сеансе отладки, вы видите, все очень переменно и так дальше. Это на самом деле очень удобно, и такой возможности нет у других средок разработки. Ну и вообще отладчик в Visual Studio на самом деле очень хороший, и вот среди тех возможностей в Python Plus Visual Studio действительно эта возможность заслуживает внимания, потому что здесь она реализована действительно лучше всех. Кроме того, в ней есть очень хорошая интерактивная консоль, которая даже поддерживает построение графика, вывод графики и так дальше. То есть вы можете использовать интерактивную консоль в Visual Studio даже вместо таких СС, как iPython, что тоже, в принципе, довольно удобно для тех, кто занимается, возможно, каким-то анализом данных и тому подобным вещами. Ну, интеграция Steam, которая версии, понятно, это есть в любой современной CDR-заботке, поддержка юнит-тестов тоже есть в любой современной CDR-заботке. Ну и Python Plus Visual Studio точно так же, как и по HRM Community Edition, в отличие от Professional Edition, является open-source и исходный код. Их исходный код вы можете посмотреть, найти на GitHub и делать с ним все что угодно. Какую же среду разработки использовать? Ответ, какой вы хотите. Попробуйте, можете попробовать и то, и то. И выберите, что конкретно для вас будет удобнее. Ну и со сравнивать. В патчарме более удобный редактор, в Visual Studio более удобный отладчик. Патчарм для веб-розаботки платный, в Visual Studio полностью бесплатная. Плюс еще такой чисто субъективный фактор, некоторые говорят, что наоборот, но по моим ощущениям, у меня на компьютере, Visual Studio работает заметно быстрее, чем по HRM. То есть, в принципе, и там, и там, и там есть свои достоинства, недостатки и свои плюсы и минусы относительно другой среды разработки. Вы выбираете то, что больше понравится вам. Если вы начинаете промежание с нуля, то, в принципе, можете попробовать и то, и то. Если вы используете Windows, если вы уже используете Visual Studio для программирования на C-Sharp, C-Press+, или любом другом языке, который там поддерживается, то, конечно, есть для вас смысл использовать уже привычную для вас среду разработки. Если вы используете Windows, то, в принципе, у вас выбора нет. Для вас самая лучшая среда разработки, которая существует, это патчарм. Итак, теперь давайте напишем самую первую программу на Пайтоне. Эта программа будет знаменитая программа Hello World, которую в качестве своей первой программы пишут все программисты. Что она будет делать? Она будет вводить просто надпись Hello World. Давайте для начала посмотрим на это в интерактивной консоли интерпетатора, потому что наша программа будет состоять всего из одного оператора. Будет он выглядеть вот так вот. Print Hello World. Вот видите? Теперь давайте сделаем так, чтобы это была не просто строчка написанная в интерактивной консоли интерпетатора, а создадим проект, в котором все будет сохранено в файле исходного кода, который вы сможете запускать в любой момент, когда вам это удобно. Итак, для начала создадим проект. Если вы используете патчарм, да, кстати, любая среда разработки, что патчарм, что visual studio, при первом запуске вас просят настроить некоторые такие персональные настройки, как ту цветовую схему, которая вам больше нравится, раскладку клавиатуры и тому подобное. То есть все это вы настраиваете, и после этого у вас получается среда разработки готовая для работы. Итак, если вы используете патчарм, если вы выбрали для себя патчарм, вы нажимаете Create New Project, здесь вы выбираете Pure Python, если у вас не Professional, а Community, у вас здесь шаблон проекта будет намного меньше. Итак, вы выбираете здесь интерпретатор. Если у вас здесь ничего не изображается, то вам нужно нажать здесь такую шестеренку и нажать Add Local, после чего у вас автоматически определится интерпретатор Python, и вы просто нажимаете кнопку OK. А после этого вы указываете, где создать ваш проект, и, собственно, создаете его. Здесь указываем имя нашего проекта. Возьми пишем, Python Стартер, Lesson 1, PyCharm. Нажимаем Create, и вот мы видим окошко PyCharm. Теперь нам нужно создать файл исходного кода. Это делается либо здесь нажатием правданка мыши a new Python файл, либо что-то то же самое нажатием комбинации клавиш Alt-Insert. Затем выбираем здесь Python файл, указываем его имя, назовем, например, Hello. И здесь пишем ваш код. То есть то, что мы написали, Print Flow World. Видите, да? Итак, что же мы делаем после этого? Что нам нужно для запуска? Для запуска вам необходимо создать конференцию запуска. Такие вообще полноценные конференции запуска, в которых есть много настроек, они вам нужны для больших сложных проектов. Для подобных маленьких проектов и экспериментов вам достаточно так называемой экспресс-конфигурации, которая создается автоматически. Для этого вам необходимо нажать комбинацию клавиш Alt-Shift-F10 и выбрать здесь ваш файл. И вот мы видим, что он сейчас... Сейчас... Почему-то не запустился? Вот мы выбираем данный файл. Видите, и он запустился. Затем, по поводу консоль интерпретатора. Если вы используете среду разработки, то запускать idle для вас смысла не имеет, потому что в любую среду разработки интерактивная консоль Python тоже встроена. Вот видите, здесь внизу есть Python Console. Если у вас эти вкладочки не отображаются, если у вас все выглядит вот так вот, то вам нужно нажать вот такую штуку. Либо не нажать, просто здесь выбрать из списка, то, что вам нужно. Ну, я предпочитаю, когда это все открыто. У вас скрывается интерактивная консоль интерпретатора. Как она выглядит, это будет зависеть от того, что у вас установлено. У меня просто установлен iPad, и патчарми его тут же подхватывает. У вас, если iPad не установлен, конечно, будет выглядеть немножко по-другому. Но это на самом деле не важно. Вот, и здесь увидим, что здесь все работает точно так же, как и TimeVital. Затем, как создать проект в Visual Studio. Да, кстати, если вы уже создали конференцию запуска, то после изменения создавать новую конференцию, конечно, не нужно. И для запуска текущей конференции вы нажимаете просто Shift F10. Дальше, давайте рассмотрим создание проекта в Visual Studio. Вот мы видим главную страницу Visual Studio. Вот здесь вот, Start Page, после открытия. Как видите, у меня выбрана темная тема оформления. Как я уже сказал, тема оформления выбирается при установке, либо потом можно поменять в настройках. И нажимаем File, New, Project. Здесь, видите, получаем, выбирается последний выбранный проект. Мы с вами выбираем здесь Python. И здесь выбираем просто Python Application. Указываем, где он будет находиться. И после этого просто здесь указываем имя нашего проекта. Назовем его Personal Starter, Lesson 1. Ну, пусть будет такое положение, на самом деле неважно. Случшен. Что такое Случшен? Случшен это решение. Если у вас есть такое большое решение, стоящее из многих проектов, то вы можете создать решение, которое будет содержать в себе несколько различных проектов. Поскольку нам это сейчас не нужно, и у нас будет всего лишь один проект, то, в принципе, мы можем даже снять галочку Create Deactive for Solution, для того, чтобы не создавать лишних каталогов на компьютере, и чтобы структура нашего проекта была проще. Затем мы нажимаем кнопку OK. И у нас создается проект. Вот мы видим, что у нас уже созданный файл исходного кода. Мы можем его переименовать, потому что мы будем чуть позже добавлять сюда новые файлы. Давайте же тоже назовем его Hello. И давайте напишем Print. Видите, у нас уже появляется подсказка, что делать эта функция. Hello World. И нажимаем для запуска комбинацию клавиш Ctrl F5. Вот мы видим, что у нас появилось окно консоли, в котором мы видим адпись эту Hello World. Ctrl F5. Пускай положение. Но только у меня он открывается на другом мониторе, поэтому мне приходится его перетаскивать сюда. Видите, да? Давайте посмотрим, что здесь происходит. Смотрите. Print – это функция. Видите, built-in function print, которая вводит на экран определенное значение. Что такое функция? Мы с вами разберем на одном из следующих уроков. А Hello World – это строка. Видите, значение, которое берется в кавычки – это строка. Причем в кавычки можно брать как двойные, так и одинарные. Такие изменения удобно делать в PychArmy, потому что там для того, чтобы такое изменение сделать, нужно всего лишь нажать Alt-Enter. Выбрать соответствующий пункт из списка. Можем запустить и посмотреть, что это работает точно так же. Теперь давайте посмотрим, что еще мы можем сделать с функцией Print. Можем ли мы в ней вывести несколько значений? Да, можем. Вот, давайте создадим новый файл. В PychArmy нажмем Alt-Insert и затем при запуске нажмем Alt-Shift-F10 для того, чтобы запускать данный файл. Здесь мы возьмем, тоже создадим новый файл по умочи кнопки клавиши Ctrl-Shift-A, либо же точно так же паровую кнопку мыши на проекте «Новый файл». И здесь тоже назначим данный файл запускаемым. Это делается... Будем нажать «Аппаровую кнопку мыши» и затем, смотрите, ну здесь у меня просто уже активный, вот, Set as Startup-File. Как видите, хотя этого в получении нет, но я бы настройка привязал его к комбинации клавиш Alt-Rавно. Таким образом, можно привязать этот... Здесь абсолютно все настраивается, можете настраивать среду разработки на ваш вкус. Вот давайте даже напишем printValue1, value2 и убедимся в том, что это тоже работает. Видите, у нас эти значения выводятся разделенные символом пробела. Что если мы сделаем так? Давайте возьмем и введем какое-то значение с клавиатуры. Вот давайте. Нажмем, и здесь я нажал к комбинации клавишу Ctrl-Enter, аналогично к комбинации клавишу в патчарме Ctrl-Alt-Enter. Для того, чтобы перейти на строку выше. Напишем, например, name равно, например, Alex. И напишем printName. Что мы здесь сделали? Мы привязали значение к имени какому-то. На самом деле мы создали переменную. Об этом мы поговорим с вами на следующем уроке. И на следующем уроке вы узнаете подробно о переменах и типах данных, и как это работает. Ну, смотрите, видите, мы какое-то значение привязали к какому-то имени, и дальше обращаемся к нему не по своему значению, а по его имени. Вот давайте запустим. И мы видим, что это тоже вводится. А давайте введем значение с клавиатуры. Для этого давайте используем встроенную функцию input. вводим ввести значение с клавиатуры, и вводим решение команды строки. В Python 2 мы бы использовали функцию rowInput, но в Python 3 эта функция называется просто input. И после этого результат данной функции мы присваиваем к имени, к переменной. Не успокойтесь, если вы пока что слабо представляете, что здесь происходит, потому что мы с вами это будем изучать на следующих уроках. Пока что мы просто смотрим с вами, как выглядит код на Python. Основное, что вы должны понимать сейчас, это как работает вот такая простейшая программа. Все остальное мы с вами выучим в течение данного курса. Итак, вот давайте введем имя с клавиатуры и выведем его на экран. Нажим Ctrl F5, видите, у нас появилось ввод изъема им. Давайте напишем, введем свое имя, видите, оно выводится. А помните, у нас же можно было вводить в print несколько значений. Как это сделать? Пересислить эти значения через запятую. Давайте сделаем так, что будет hello. И помните, они выводятся через пробел на экране. То есть вот у нас мы в функцию print передаем два значения. Первое это строка hello, а второе это вот такая переменная. Вот это вот имя name, которое мы здесь создали путем присвоения ей значения функции. Input это функция. Вот видите. Вот давайте запустим данный код, посмотрим, как он работает. Вот у нас спрашивают, вот изъем name. Давайте введем его. Видите, нам вводится hello. То есть вот мы при помощи функции input ввели имя пользователя, присвоили его имя переменной name, а затем при помощи функции print выберем два значения. Первое из них это строка hello, а затем значение вот этой переменной name. Опять же говорю, не беспокойтесь, если что-то вам непонятно, и если здесь вы слышите какие-то непонятные термины, потому что все это мы с вами изучим. Итак, давайте для того, чтобы просто посмотреть, как выглядит код на Python, сделаем какое-то более сложное приложение. Например, что-то наподобие простейшего калькулятора. Садим в файл calculator и напишем такой код. Вот давайте введем два значения. Допустим, что мы хотим сделать? Мы хотим, чтобы мы ввели два числовых значения, ввели знак операции и вывели результат данной операции либо сообщение о том, что данная операция не поддерживается. Давайте пусть первое значение у нас будет x. И мы здесь введем firstNumber. Мы ввели его и получили строку, а затем перевозовали его в число. Что это такое и почему нужно именно так, вы узнаете на следующем уроке. Мы с вами рассмотрим, что такое типы данных. И это очень важное понятие. И именно это понятие вам нужно для того, чтобы понять, почему мы сейчас вводим число именно так. То есть input нам возвращает строку. Мы не можем складывать, отнимать, умножать строки. Мы можем складывать, вычитать, умножать, делить числа. Поэтому мы эту строку превращаем в число. Точно так же давайте введем второе значение. И введем знак операции. Операция это строка, это не число. Поэтому просто используем функцию input без никаких препозваний. Вот, примерно вот так вот. Дальше. Где мы будем хранить результат? Создадим переменную для результата. Пока что его не существует. Что такое? Ну, вы тоже узнаете на следующем уроке. То есть уже совсем скоро. Дальше. Давайте проверим, чем является наша операция. Мы используем условный оператор if, который позволяет нам проверять определенные условия. и в зависимости от этого условия выполнять те или иные действия. Вот, допустим, если операция это плюс, то что мы делаем? То результат это сумма этих двух чисел. Иначе, если операция это минус, видите, мы сравниваем эту операцию со строкой. После этого мы проверяем равенство строк. Если это минус, то мы вычитаем числа. Иначе, если операция это умножение, звездочка у нас обозначается умножение, в многих языках программирования, в том числе и в Пайтоне, то мы умножаем данные числа. Если это деление, то мы делим данные числа. Пока что давайте не беспокоиться о делении на ноль, потому что в таком случае будет вызвано исключение. И по исключениях мы поговорим в курсе Python Essentials. Но пока что, в принципе, мы могли бы это проверить условно оператором. Но давайте не будем сейчас усложнять свой код. Иначе, если у нас ничего не было выведено, ну, не была выведена поддерживаемая операция, то мы выводим, что это неподдерживаемая операция. Unsupported Operation. И давайте посмотрим, если у нас выполнится хотя бы один из этих операторов присваивания, то есть если мы, видите, здесь мы не задаем переменный результат никакого нового значения. А здесь задаем. В каком случае, если у нас была неподдерживаемая операция, то результат на сцене тот, который был раньше. То есть новому. Таким образом, если результат это не... Ну, видите, здесь мы используем уже другую операцию. Почему так? Вы тоже знаете очень скоро, уже на следующем уроке. То мы выводим данный результат. Пишем результат. И вот этот результат. Ну, здесь точно так же, как в предыдущем примере. Вот. Не беспокойтесь, если вы не понимаете этот код, это нормально, потому что все это мы будем изучать. И такую программу, и даже более сложную, вы будете способны написать самостоятельно после окончания данного курса. Вот давайте запустим ее. А, мы не поставили ее, запускаем файлом. Вот поставим ее, запускаем файлом. Запустим. Введем первое число. Допустим, 3, а второе 8. И давайте мы их умножим. 24, видите. Давайте запустим еще раз. Введем. 17. 2, минус. 15, видите. То есть, в принципе, видите, довольно небольшая программа, которая выполняет такие действия. И уже, в принципе, после окончания третьего урока, даже не всего курса, а после третьего урока, вы будете полностью понимать, что здесь происходит, и сможете написать точно такую же и даже более сложную программу. А после окончания всего курса, вы даже сможете написать такой калькулятор, который будет запрашивать действия пользователя постоянно, в цикле, и даже намного более сложных приложения. Ну, пока что. То есть, не беспокойтесь, если вы не понимаете этот код, потому что уже всего через два урока вы будете, вы не только будете его понимать, а даже сможете написать такой же или даже более сложный. Как вы могли заметить, все те приложения, которые мы сейчас с вами создавали, это консольные приложения, то есть такие, которые открываются и работают в окне терминала. Однако, помните, мы сказали, что на Python можно писать разные типы приложений, в том числе и десктопные приложения, и мобильные приложения даже, и веб-приложения. Именно созданием веб-приложений, скорее всего, вы будете заниматься. Давайте рассмотрим примеры других приложений, просто ради интереса. Вот давайте, например, рассмотрим пример веб-приложения. Мы не будем углубляться в детали, потому что для этого вам, во-первых, нужно знать сам Python, во-вторых, вам необходимо для этого знать HTML, CSS и, возможно, даже JavaScript. Все это вы сможете выучить на соответствующих курсах. Сейчас мы просто смотрим возможности языка программирования, Python и разные виды приложений. Вот давайте, например, создадим приложение на таком веб-фреймворке, как Junko. Вот давайте создадим его. Увидим, что у нас сейчас остается проект. Сейчас мы установим необходимые библиотеки, если они у нас не установлены. Здесь мы видим, что у нас Visual Studio сейчас спрашивает, куда необходимо установить Junko, то есть те необходимые библиотеки, в данном случае Junko, которые необходимы для работы нашего приложения. Мы выбираем либо установить виртуальное окружение, что на самом деле лучшее решение, либо в сам Python. Мы устанавливаем его в виртуальное окружение. Наждаем здесь ОК. И ждем, пока сейчас скачаются и установятся все необходимые библиотеки. Конечно, скачаются и установятся все необходимые библиотеки. вот здесь в этом окошке output мы можем увидеть ход установки видим что сейчас у нас уже устанавливается сан джанка у нас уже устанавливается сан джаном и сан джаном и сан джаном и сан джаном и вот мы видим что наш проект уже создан и готов давайте создадим базу данных для него любой пароль не важно все теперь у нас даже есть учетная запись администратора на данном сайте и давайте запустим данный сайт при помощи комбинации клавиш control f5 вот мы здесь такую стандартную шаблонную заготовочку видим что здесь есть разные странички можем войти в систему выйти выйти из него также то есть такая стандартная заготовочка вот давайте посмотрим на код это корректирует один стандартный файл который создается джанга вот здесь находятся ваши настройки все это вы будете изучать на соответствующем курсе по джанка вот ваше приложение вот здесь есть формы какие-то в случае это форма входа в систему модели база данных кажется здесь пусто тесты и даже тесты есть давайте запустим меня что все тесты обнаружили сейчас они запускаются мы видим что три теста уже проведены успешно и всего три есть мы видим что все три теста проведена успешно наш тест модульный тест для страницы about выгрузится за одну секунду из станицы контакта тоже за одну секунду это наша страница 2 секунды то есть вы видите что здесь и поддержка даже модульного тестирования и не тестов но это вещей вот наши юшки то есть представления то что вообще на самом на самом деле с точки зрения классическом весе называться контроллерами они представлениями но в джанг называется представлениями все это выучить на соответствующем курсе по джанг а как видите вот можно на пайтоне абсолютно без проблем писать его приложение и современные среды разработки в этом нам помогают кроме этого помните у нас было сказано что на пайтоне можно написать и десктоп на приложение для этого существуют различные фреймворки как правило используют такие вещи как пайкют пайдж дикей и и тому подобное но поскольку у нас уже движал студия то давайте создадим приложение на WPF с использованием iron python давайте здесь это скроем создадим новый проект уберем iron python wpf application вот мы видим дизайне наше окошко давайте напишем приложение которое будет считывать два числа и вводить их сумму на экран давайте добавим здесь какую-то надпись например это дальше сделаем здесь два текста в поле будет одно текстовое поле здесь у нас будет еще одно текстовое поле между ними расположен надпись плюс и здесь сделаем еще один лейбл который не будет никого текста сначала где мы будем писать результат дадим ему ему имя лейбл result давайте здесь этому текстбоксу дадим имя текстбокс а этому поле дадим имя текстбокс б принесем эту надпись пониже а здесь сделаем кнопочку ну пока мы не будем заморачиваться выравниванием это всем таким это нас сейчас не особо интересует мы просто смотрим что мы в принципе можем сделать два здесь тоже поударяем текст с этих полей ввода и запишем get some и смотрите здесь можно сделать положим вот теперь нажатием на эту кнопочку смотри что вы посмотрите что мы будем делать давайте 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 получим первое число допустим она будет называться а помните как мы получает что-то из как мы вводили число из консоли мы получали ее при помощи функции input куда строку а потом превзвали ее число при помощи функции float вот и сделаем то же самое только мы превозуем в число значение текстовое значение которое находится в поле self точка текстбокс а точка текст точно так же получим значение числа б теперь посчитаем результат это будет сумма а и б а и выведем его наш лейбл result вот напишем self точка лейбл резал точка текст вот есть точка контент равно точно так же мы как мы что-то превращали в число в данном случае нам число нужно превратить строку поэтому используем функцию стр вот давайте запустим вот введем здесь одно число например 23 другое число 45 получаем сумму 68 точка или 23 и 2 плюс 45 и 8 69 ну и в том случае 69 и 1 пусть вас пока не пугает все вот эти вот импорт класса и так дальше все это мы с вами будем встречать на курсе python essential вот на самом деле здесь это просто демонстрация того что мы можем написать на патне вот видите что довольно немного кода и то половина здесь сгенерирована автоматически и мы написали доступное приложение таким образом мы сегодня с вами рассмотрели что же что же такое язык программирования python какая его история где он используется для чего его можно применить для чего не его нельзя применить что мы можем написать рассмотрели примеры некоторых приложений научились я надеюсь что действительно научились создавать свое приложение которое выводит надпись hello world и начиная с следующего урока мы с вами начнем изучение самого языка программирования python с такого понятия как переменные типы данных и операции с ними надеюсь данный урок для вас был полезным и интересным до новых встреч на следующих уроках данного курса а также вообще на сервисе ITVD уроках данного курса от проекта